Всем привет! Доброе утро! Тема новогодних блюд до сих пор актуальна. С вами, как всегда, Артем и Ирина. Вкусные путешествия продолжаются, и я этому очень рад, тем более, что это первый выпуск в этом году. С Новым Годом! И наш гость сегодня, шеф-повар ресторана «Сити Клаб» Владислав Петров. Доброе утро! Здравствуйте! Владислав, я знаю точно, что в этом году на новогоднем столе у каждого были разнообразные блюда. Можно только представить себе, что там можно было накрыть. Какое блюдо ты сегодня нам и нашим телезрителям посоветуешь? Мы приготовим сегодня свинину в беконе под соусом «Дорблю» и на гарнир овощи-гриль. Вот такое очень простое и незамысловатое блюдо в беконе. Давай, чем мы можем помочь и начнем потихонечку готовить? Хорошо. Сейчас филе свиное разрежу на бочоночки. Вы его завернете в бекон. Так, а я пока, наверное, займусь... Овощами и гриль. Овощами. Нарезайте кольцами. Влад, расскажи, сколько лет ты уже в этом бизнесе и как ты решил заняться? В основном же женщины идут учиться на поваров, да? Как, что тебя сподвигло вот идти учиться именно на повара? Не знаю, как-то само собой получилось всего. Дома родители любили готовить, я им любил помогать. Родители предложили пойти поваром попробовать учиться. Я попробовал, мне понравилось. И так все дальше сложилось. У тебя и родители вкусно готовят? Да, я им любил помогать. Да, то есть опыт у тебя с детства большой, да? Да. Ты дослужился до шеф-повара. Это большая ответственность, у вас есть своя иерархия. Сколько у тебя подчиненных и как ты с ними справляешься? Какой подход находишь, там, кнута и пряника, ругаешь их? Нет, на кухне шесть человек. Коллектив очень хороший, да. Я его сам выбирал и всеми поварами доволен. С некоторыми поварами я работал раньше, встречался. Старался подбирать коллектив профессиональных, хороших поваров, которые все со стажем имеют и хотят работать. Но ты научил их своим блюдам, то есть ты предложил им, что готовить свои коронные блюда или уже брал опыт и их тоже? Большую часть блюд здесь разрабатывал я. Но, соответственно, как приходили новые повара, они вносили вклад в это меню. Частичку чего-то добавлял каждый своего. И так у нас стало наше меню. Я так понял, меню ресторана составлял сам? Ну, конечно, основа сам. А чем руководствовался, допустим, чем ты руководствовался при составлении меню? Ну, конечно, еще с руководством мы вначале обсуждали, чтобы это были хорошие, качественные, свежие продукты. И, отталкиваясь на них, мы уже разрабатывали меню, чтобы их было легко достать, чтобы это был свежий, качественный продукт. Но есть блюда особенные, например, из каких-то редких продуктов. Чем ты удивляешь людей? Да, конечно, есть морепродукты, которые здесь не найти. Но у нас есть поставщики, с которыми мы работаем. С Одессы, с Кишинева работаем, постоянно свежие, часто и закупки делаем. Ну, я смотрю, что эту свинину можно с детства не везти. Филе свиное свежее. Конечно, оно продается на рынке, филеечки. Ну, покажи, что я должна делать. Так, сначала солим, перчим. На первый раз я не занимаюсь мариновкой мяса. Давайте посолим, поперечим. Влад, вот скажи, многие путают свиное филе и со свиной вырезкой, чтобы вопросов не возникало. В чем разница вырезки от филе свиного? Филе свиное – это внутренняя надпочечная часть. Она идет, как вы видели, тоненькая, а вырезка более крупная. Это корейка на нее еще по-другому говорят. Ну да, по-правильному. Она немного жестче. Лучше работать с филе свиным. Оно и удобнее нам закрутиться в бекон. Теперь закручиваем, перемешаем сначала. Да, размешайте. Сколько лет ты уже работаешь поваром? Уже около 13 лет в этой сфере поваром работаю. У меня в трудовой книжке, между прочим, тоже 13 лет уже поваром. А у меня пару месяцев. Немного не по специальности. У тебя пару месяцев? Да. Когда начали вести вкусные путешествия вместе? Да, я не повар, конечно. Влад, скажи, пожалуйста, а грибы как вырезать? На половинку. Вот так вот, да? Да, чтобы они сохраняли сочность, не выпускали сок. Все, я сворачиваю. Их тоже чем-то мариновать нужно будет? Нет, мы их только посолим и сбрызнем лимонным соком. Влад, вот скажи, мне нравится, как вы орудуете ножом повара. Как вы умудряетесь не резать себе пальцы, ногти и все это так быстро? Это опыт или этому учат в училище? Конечно, это опыт приходит с годами. Первый год, первые полгода, может, у меня тоже не получалось. Конечно, резался. Ну, правильно группировать пальцы нужно. Некоторые, может, поначалу так их держат. Но нужно сгруппировать пальцы. Их не видно просто. И шинкалать, работать, и все. И просто порезаться уже невозможно, потому что пальцы нет, группируешь их. Думаю, возможно некоторым. Все равно каждый, даже начинающий повар, через это проходит, мне кажется. Ты тоже? Я даже до сих пор режу. Я думаю, что и Влад иногда пополняет отряды порезанных поваров. Влад, ты пользуешься общими ножами? Или у тебя есть свое любимое оружие, которое ты точишь? Там, например, определенные ножи любимые? Или все подходит? Нет, в принципе, да. Конечно, у меня есть один свой нож любимый, который я люблю работать. Но и от других ножей. Дома, например, у меня другой нож, я к нему тоже привык. Не принципиально. Но, конечно, повару удобнее работать с одним ножом. Ты его легче чувствуешь. А вот я в последнее время для себя открыла керамические ножи. Пользуешься ли? Да, тоже есть дома. Да, удобно, правда? Очень удобно. Он экологически чистый считается, потому что не окисляется металл с овощами. Очень удобно, хорошо режется, да. Вот это, кстати, очень хорошая тема по поводу экологичности посуды. Какая самая экологически чистая считается посуда? Вот раньше, допустим, я еще когда на повара учился, нам говорили, что в алюминиевой посуде нельзя варить молоко и долго блюдо, и мясо тоже нельзя там, как бы, конечно, что она окисляется очень быстро. Вы это учитываете, да, конечно, конечно, сейчас, я думаю, считается лучше керамическая посуда. Керамическая все-таки. Так, все, я все сделала, мы все укладываем на тарелочку аккуратненько, да? Мне Влад заранее рассказал один секрет, как можно сделать украшение для блюд. Значит, сладкий перец, снять с него тоненькую кожу, вот так вот, и мелко порезать с красного, с желтого, еще с лукопорей. Вот это все так аккуратно, я правильно делаю? Да, в длину только. А, в длину, да. И это тонко-тонко все нарезается, и в воду со льдом все кидается. И лук пореет то же самое. Да, ну, у каждого повара есть свои секреты. Вот скажи, Влад, у тебя наверняка есть свои поварские кулинарные секреты, которые ты никому не рассказываешь? Секретов у нас нету, потому что каждый повар должен знать и качественно приготовить блюдо. Если я буду что-то скрывать от него, то он и по-другому уже приготовит это блюдо. Так что мы не скрываем ничего, и все повара, как бы все свои тонкости, нюансы другом делимся. А вот ты делишься своим опытом с поварами. Был уже такой случай, что вот ты вырастил, обучил повара, и он тоже стал шеф-поваром где-то в другом заведении. Нет, только еще не было. Еще не было учеников. Все верно служат тебе, да? Хорошо. Что мне теперь делать с рулетиками нашими? Сейчас надеваем их на шпажечки. Так, а лук, вот у меня еще кусочек остался. Да, да. Этот нам понадобится на соус свинини в беконе. Его меленько-меленько кубиками порезать. Прям плотно умеет? Да, да. На природе можно готовить такой звук? Да, я готовил очень вкусно на костре. Не горит в беконе? Нет, не подгорает. Наоборот, сочность придает. Очень вкусно. Как-то готовили наподобие такого стейки из телятины, но это уже немножко по-другому свинина себя, наверное, поведет. И это все обжаривается на сковороде? Да, обжарим на сковороде гриль это. Сейчас обжариваем свинину, сбрызгиваем ее растительным маслом. Масло должно быть минимум на сковороде. Ну, свининка жирная тогда, да? Так, мяско пока жарится, что еще нужно сделать нам? Давай нам задание, чтобы мы что-то тоже делали. Сыр дроблю, натереть на мелкой терке. Терочку я вижу. Так, что делать? Обжариваем лук до прозрачности. Это мы делаем соус к свиньи, да? Да, соус к свиньи. Влад, вот скажи, чтобы стать шеф-поваром, человек должен наверняка обладать хорошим зрением, обонянием, вкусом, памятью, фантазией и, думаю, еще выносливостью и хорошим здоровьем. Ведь ты целый день на ногах. Ладно, зимой здесь тепло, а летом жара, тяжело. Как тебе это дается? Тяжело это? Ну, что привык, со временем привыкаешь. Ну, и главное, чтобы работа тебе нравилась. Если ты делаешь свое удовольствие, свою профессию и любишь, то оно тебе дается с легкостью все. Вот гости, которые приходят к вам в ресторан, я хочу задать такой вопрос. Вы с ними видитесь, общаетесь? Как они? Может быть, они какие-то оставляют вам комплименты или благодарность какую-то? Нет, передаю через официантов, очень все вкусно, красиво. Официанты нам после каждого заказа передают благодарность от посетителей. И у вас много постоянных, да, посетителей? Да, конечно, постоянных. То есть обратно возвращаются. Да, да. То, что делаешь с любовью, с удовольствием, да. Так, лучок уже прозрачный, да? Сейчас что? Добавляем белого вина. Вон я вижу белое вино. И выпариваем его. Столовую ложку. Столовую ложку где-то. Влад, скажи, вот на Новый год ты... Вообще, это Новый год, это семейный праздник считается, да? Ты на Новый год дома был или где-то его на работе отмечал? Дома. Дома? С семьей. Как? А кто же здесь работал с Новым годом? Не работали. Новый год дома. Ну, это подарок, наверное. А обычно, вот в предыдущие годы? Вольно. Постоянно на работе. Да. Всегда на работе. А как старый Новый год будешь встречать вот сегодня вечером? Дома приготовлю ужин. Тоже дома? С семьей. Как твоей семье повезло? Пару легеньких салатиков и мясное блюдо. Без майонеза салат, я так понимаю? Конечно, да. Почему? Ну, на Новый год столько майонезных оливье, шуба, крабовый. Я не знаю, вот оливье это вообще традиция считается. Самое главное проявлять немного фантазии. Майонез можно заменить на оливковое масло. На старый Новый год блюда совершенно другие должны быть? Ну, чуть полегче, мне кажется. Ты как об этом думаешь? Ну, все праздники считаю, что полегче должны быть блюда. Так, свининка уже у нас готова. Свинина готова. Я готова, так быстро, прям на глазах. Так, осталось нам поджарить овощи и сделать соус. Вино уже выпарилось. Добавляем из сливки. Грамм 50-100. 150? Еще. Вот так вот еще. И опять на плиту, да? Да, да. А что с сыром в дроблю? Так, сейчас сливки закипят и вводим сыр в дроблю. Ой, ты посмотри, какая красота. Ты видишь вот эта фактура? Я уже чувствую просто, как это вкусно на самом деле. Вот после сегодняшнего... Ароматно точно. После съемки сегодняшней программы я уже готов отказаться наконец-то от оливье. От мяса. От мяса. Да, есть овощи. Чтобы было быстрее, мы взяли вторую сковородку. Я сейчас ввозу. Аромат, конечно, обалденный. Это ни с чем не сравнимое. Овощи вот печеные, мяско, конечно, да. Сегодня у нас прям таки царская трапеза будет. А мы их не солили? Нет, в конце посолим, после жарки. Можно я посмотрю? Класс. Мне кажется, они уже готовы. Можно снимать. Прям кондиция, да? Я помогу. Или еще немножко повариться нужно? Нет, все, хватит. Сыр друблю можно. Можно кидать, да? Так, сюда помидоры. Грибочки. Грибочки. Солить не будем. Сыр друблю соленый. Но вообще я смотрю, у вас в ресторане так, скажем, аккуратно относятся и к соли, к перцу. То есть, такое полезное получается блюдо. Все, соус готов наш. Да, аромат, конечно, ни с чем не сравнимый. Да. Пахнет. Классный соус получился. Влад, у нас волшебник просто. Так, то есть, у нас осталось только поджарить овощи. И, в принципе, блюдо можно выкладывать на тарелку. Да, да. Так, ну что, украшаем нашу свинину. Соус подогреваем. Свинину снимаем со шпажек. Шпажки мы не будем кушать, да? Нет. Невкусные, наверное. Влад, меня интересует очень такой вопрос. Чтобы держаться на плаву, ты должен постоянно повышать квалификацию свою. Ездишь ли ты на мастер-классы, на какие-то курсы или соревнования? Что у вас проводится в профессионале? Да, конечно, ездил в Одессу, в ресторан «Стой хаос». Там проходил стажировку. В Кишинев на мастер-классы по оборудованию новому, который выпускает, езжу регулярно. То есть, там какие-то профессионалы преподают вам что-то новое? Да, 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 конечно. И вот это блюдо есть и в меню, да, можно всегда прийти, заказать и попробовать его, да? Да, пользуется большой популярностью у нас она. Такая большая тарелка. И так мало еды. Да, сейчас мы ее украсим. Займем место. Украсим базиликовым. Соус базиликовый. Базиликовое масло. Оливковое масло. Базилик свежий. Это свое изобретение? Некоторые салаты мы заправляем этим маслом и на украшения используем. И бальзамический топинг. По-художеству. А вот и наши украшения нам пригодились. Вот для чего это надо. Вегетарианцы из этого всего могут съесть. Это цветок. Ну, вегетарианцы пусть кушают цветы. А мы мясом. Я с удовольствием отведаю кусочек такого мяса прекрасного. Да, для меня это тоже, между прочим, сюрприз. Рецепт такой, сколько рецептов. Я, как бы, знаю, вот такой вот вижу первый раз. И очень красиво оформленная тарелка. А еще не все, у нас еще овощи. Еще и овощи есть. Но мы сейчас их, овощи, выложим тоже. Ну, что, можно накрывать на стол? Да. Спасибо тебе большое, Влад, за то, что ты приготовил такую красоту. И аромат, и внешний вид просто замечательный. Также спасибо руководству ресторана City Club. Это ресторан, где вы всегда сможете вкусно поесть и душевно отдохнуть. Спасибо большое нашим спонсорам. А сейчас самое время, Влад, поздравить наших телезрителей. Хочу поздравить вас и вас с прошедшим Новым Годом, Рождеством и с наступающим Старым Новым Годом. Пожелать счастья, здоровья и успехов. Я тоже хочу поздравить наших телезрителей с этим замечательным, только нам присущим праздником, Старым Новым Годом. Пусть все пожелания добра, счастья, любви удваиваются. Дарите подарки тем, кому вы их не успели подарить. Поздравляйте всех, кого вы не успели поздравить. И пусть в вашей жизни будет больше волшебства и добра. Я тоже хочу присоединиться к поздравлениям, к поздравлениям Влада и Ирины. Поздравить тоже вас с наступающим Старым Новым Годом, с прошедшим Новым Годом и с Рождеством. И вас, дорогие телезрители, с праздником. С праздником. С Новым Годом. Теперь самое время попробовать то, что мы приготовили. С удовольствием. Да, попробуем. Ну а мы увидимся с вами через неделю. Будьте здоровы! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!